эй здорово последняя цифра твоего лайка на этом видео покажет кто-то изменил playground а последняя цифра твоей подписки на мой канал покажет твой предмет изменил играл поэтому спускайся прямо сейчас вниз подпишись и поставь лайк посмотри на экран обрати внимание на последнюю цифру твоего лайка и твоей подписки и напиши в комментариях кто-то изменил playground все просто если твой лайк 8 а последняя цифра подписки номер пять тут и лимон с кактусом прояви свою фантазию и приятного тебе просмотра и здорово здорово дорогие друзья ты на канале милан фонг а в этой видеоролике мы с тобой поговорим про обновление 25.5 в нем playground и она уже вышла а в этот видеоролик попали вот эти комментарии и если ты хочешь чтобы твой комментарий попал в мой следующий видеоролик то просто выполнили несколько достаточно простых условий первое тебе обязательно нужно поставить лайк под этим видеороликом второе тебе нужно обязательно подписаться на мой канал третье напиши свой топовый комментарий чтобы он попал в мой следующий выпуск ну и не забудь подписаться на телеграм-канал ссылочка будет в закрепленном комментарии что же я не буду тянуть твое время и приятного тебе просмотра и так дорогие друзья вышло долгожданное обновление 25.5 мелом playground и говорю сразу что она почему-то отображается не на всех устройствах то есть допустим она у меня появилась поэтому если у вас нету обновления то пожалуйста переходите в мой телеграм-канал там я ставлю apk файл для скачивания вы просто переходите в телеграм и устанавливаете новое обновление ну и конечно же подписывайтесь все достаточно просто и это обновление вышло достаточно неожиданно лично для меня потому что я ожидал уже версию 26.0 и для промежуточной версии это достаточно глобальное обновление но несмотря на это она вышла очень скомканным потому что очень много странностей ну и уж очень много недочетов о которых я конечно же вам сегодня расскажу ну и первое это конечно же добавили новый менеджер слоев и работает он конечно же прикольно но баги конечно остались как только я стал проверять это наводение я сразу заметил очень много странностей допустим если вы добавляете любого нпс нос одежды то одежда у вас корректно работать не будет как бы вы не переставляли одежду по слоям как только вы поменяете нпс слой то все одежда сломается и почему-то нпс будет поверх одежды я в общем то наверное понятно издесняюсь эта история почему-то работает именно так и практически во всех случаях она ломается если говорить по работе самого менеджера слоев то он работает следующим образом у вас можно объединить и предметы в одну группировку и соответственно каждому предмету в этой группе будет присваиваться свой индекс допустим если у тебя нпс под индексом номер один у него будет первый уровень слоя и ты можешь поверх или ниже его поставить индекс любому предмету и он соответственно будет ниже или выше уровня по слою чем твой нпс для восприятия возможно это сложно но только вы попробуйте вы поймете как работает эта система и в целом системы это работает на самом деле очень здорово но баги и недочеты которые есть сейчас они на самом деле отчасти ломают игру допустим вывески они не работают так как должны работать одежда она не работает так как должна работать допустим вывески они всегда которые из последнего обновления они всегда почему-то на самом высшем слое хотя как бы ты не присваивал индекс этой вывески он все равно будет выше чем другие предметы это бесит конечно же бесит хотелось бы чтобы вывески работали нормально но я думаю что скоро уже выйдет 25.1 и все это исправится целом менеджер слоев можно использовать по-разному как и по старому способу допустим через set layer одному привет то есть присваиваешь индекс все это работает очень просто либо через объединение предметов через группу и тогда ты уже можешь расставлять предметы как тебе удобно есть различные регулировки и кнопки и так далее в общем-то в целом работа проделана большая но с небольшими огрехами которые я думаю в будущем исправится добавили кстати день и ночь и здесь меня система немножко это разочаровала потому что работает она через раз нормально допустим даже если ты хочешь поставить время то которое тебе хочется увидеть она не будет ставиться и не знаю почему это так работает в общем-то система забагованная но работает интересная система сама по себе тоже интересная есть система автоматического смены дня и ночи есть галочка которая убирает автоматический режим максимальное значение которое ты можешь задать дню 99 минут то есть больше у вас день длиться не может и каждые 99 минут у вас будет сменяться день и ночь я думаю тут понятно абсолютно но работать система опять же с багами почему так работает я не знаю почему нельзя сразу допилить всю эту историю тоже в общем то не знаю и честно тут уже немножко восприятие не такое как мне хотелось бы чтобы она была я сейчас объясню что я имею в первую очередь у вас просто меняется картинка но не меняется абсолютно ничего то есть на по сути затемняется и становится светлее но у вас не добавляется атмосферы ночи у вас нет атмосферы дня вот я бы хотел чтобы это работало таким способом я почему-то думал что это будет так и работать но когда допустим приходит день у вас соответственно атмосфера дня звуки партиклы различные какие-то эффекты пыль и так далее в общем-то дневная история если у вас ночь то у вас допустим появляется луна где-то на заднем фоне динамическое освещение меняется немножко тени потому что допустим луны и солнце уже в таком случае явно не хватает как хочется чтобы просто что падает на заднем фоне хоть как-то пролетало хоть каким-то способом методом и так далее но пока это по сути работает как таймер который ты ставишь и по этому таймеру картинка затемняется или осветляется в общем то для меня это было достаточно странно я подумал что какие-то эффекты эффекты и просто какие-то мелкие детали для дня и ночи будут добавлены но этого я к сожалению не увидел и я надеюсь что разработчики как-то продумают этот момент потому что пока это просто как будто бы обновление ради обновления реального функционала здесь очень мало напиши пожалуйста в комментариях свое мнение про менеджер слоев а также опиши систему дня и ночи и какую оценку ты поставишь этим нововведением лично я поставлю 8 баллов там и там за идею но за исполнение тут придется снизить баллы просто потому что ну слишком допустим день и ночь для меня странная система по причине того что ну очень мало деталей просто ползунок и просто таймер это просто сделать и здесь ничего сверх естественного нету и реального функционала здесь очень мало поэтому здесь я явно снижаю баллы ну и менеджер слоев все-таки лучше даже поставлю девяточку потому что это реально крутая система но пока она работает с багами и надеюсь эти баги будут исправлены и также добавили очень крутую систему спавна если раньше у нас всегда были проблемы с тем что если у вас огромная большая постройка большой какой-то мод и если вы ставили все его на карту и не дай бог эта постройка выйдет за пределы этой карты то у вас ну со с вероятностью наверно 95 процентов сломается игра и на вылетит к чертовой матери лично меня это бесило всегда постоянно при любых раскладах она меня просто бесило и даже если не ломалась игра то ломалась абсолютно вся постройка все начинало разлетаться каждая деталь этой постройки каждая веревка это все это просто происходило жесть как только постройка выходила за пределы карты это просто невероятно бесило и сейчас кстати ввели очень крутую систему как только вы выходите за пределы карты постройкой то у вас во первых обозначается все красной зоной и вы примерно понимаете что ага нет нам сейчас нужно чуть в другую сторону поставить чтобы все это работало а помимо этого у вас теперь вы как только вы ставите постройку допустим вы сделали это случайно то у вас появляется окошко в котором вас предупреждают что вдруг что не так у вас все сломается и целом и разработчики придумали очень интересную систему обхода именно таких багов и в целом я думаю что сейчас эта проблема лично меня раздражать наверное не будет или будет раздражать меньшей степени так что этой системе я ставлю 10 из 10 и здесь она испарит точно никто не будет но хотя напишите своими не комментариях вдруг вы думаете по-другому ну и последнее нововведение на сегодня которое было добавлено 25.5 это новый мод эдитер точнее новая функция и это спрей в общем эта функция позволяет вам добавить и новые огнеметы новые распрыскивающие эффекты допустим вы можете добавлять воду вы можете присваивать функции огнемету какие вам угодно и в целом достаточно интересно и прикольно это работает можно менять цвет пламени и тут тоже не без багов честно говоря я уже с этой историей посмеялся вроде бы классное нововведение спрей все дела все четко без каких-либо проблем ну и тут с косяками но почему вы просто посмотрите на экраны у нас нету круга rgb чтобы настроить цвет этого пламени почему то есть только ползунки прозрачности но ползунка именно настройки цвета у нас нету и это я думаю всем очевидно это баг такого быть не должно и разработчики явно что тут проглядели возможно только у меня эта история но если она отображается хоть у одного человека и она явно эта история повторится кого-нибудь другого но в целом мне очень нравится эта система очень круто очень перспективно мне очень понравилась история что абсолютно каждую механику можно присвоить этому пламени допустим даже новая механика электричества допустим антиэлектричеством шприц допустим ей шприц антиэлектричество чтобы не было проводимости электричества он писи то этот параметр можно задать и нпс и без каких-либо проблем в целом эту систему я готов оценить на 9 баллов мне очень понравилось мнение конечно же свое оставляйте в комментариях ну и осталось последнее нововведение которое я во всяком случае заметил и о котором анонсировали сами разработчики это исправление хитбоксов точнее новый параметр хитбоксом именно в мод эдитере теперь появился отдельный ползунок такая вот штучка сверху за которой ты можешь удобно перетаскивать хитбокс и при настройке какого-либо модуа в целом тоже очень интересная система тоже очень полезная очень точечная самое главное ну и конечно же оцените эту систему от 1 до 10 в комментариях ну и на этом видимое нововведение закончились остались какие-то секретные пасхалки и факты которые мы опять же разберем в следующем моем видеоролике на этом видеоролик заканчивается всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока и помню дружище как всегда увидимся на днях и